В Сирии на носу выборы. Подготовка к ним проходит в условиях, приближенных к боевым и не только внутри. На минувшей неделе российский МИД выразил разочарование, состоявшиеся в Лондоне встречей группы друзей Сирии. Слишком уж явные ее участники подталкивали оппозицию к силовым действиям против Дамаска. Мой коллега Вадим Фифилов привез из Сирии настоящий мировой эксклюзив. Четыре месяца обучения в специальных лагерях и шесть месяцев на фронте. Мы идем за профессиональным снайпером, прапорщиком республиканской гвардии Зейнап. Она тяжело создавала эту высоту, несколько дней. Здесь она сможет сделать только один выстрел, чтобы не раскрыть эту позицию боевикам. Если Зейнап ошибется и будет стрелять дважды, боевики засеченную квартиру просто снесут реактивным снарядом. На той стороне наконец-то было движение. Она должна отработать по цели с расстояния в 300 метров, находясь в глубине разбитой квартиры. Она считает, что это очень хорошее секретное место. Мы не знаем, кого она устранила. Некоторое время назад Зейнап ликвидировала известного террориста из Ливана по имени Абул Бараа. Очевидно, командование поручает ей особо важные задания. Как относится ваша семья к тому, чем вы занимаетесь? Мои родители гордятся. Близким родственникам про меня рассказывают. Ну, естественно, очень сильно переживают и боятся. Сначала женщины-снайперы появились у вооруженной оппозиции. Эти кадры сняты по другую сторону фронта, у боевиков, еще в начале прошлого года. Крупная цель ты берешь на два пальца в сторону. На второй год сирийского кризиса командование республиканской гвардии решило, на стороне власти решительных женщин никак не меньше. Вышук стали обучать их, и результат был просто ошеломляющий. Был объявлен свободный набор. Желающих подписать военный контракт оказалось так много, что республиканцы легко собрали дверь от женщин-снайперов. О командире специального подразделения майоре Али известно только то, что за три года сирийской войны он был ранен девять раз. Другие офицеры вас не подкалывают, потому что вы командуете женщинами? Действительно, пытаются иногда шутить. Как вы на это реагируете? Я всегда говорю, что да, я командую женской ротой, но они у меня все профессионалы. Расстояние до противника в соседнем доме всего метров сорок, поэтому у стрелка Оли нет опасений, что боевики выстрелят в нее из гранатомета. Слишком короткая дистанция для реактивного снаряда. Я смотрю на позицию террористов. Когда штора двигается, значит они пытаются перебежать, и тогда я стреляю. А вы какие-то поразили цели? Да, три. Трех за световой день. На этой позиции одна опасность. Мятежники могут неожиданно ворваться в здание, возьмут его штурмом. Поэтому Олю постоянно прикрывают две девушки пулеметом. Недавно в отряде погибла рядовая Мирват. Три дня она выслеживала снайпера противника. Пыталась раскрыть, вытащить его из укрепленной позиции. Но он, как здесь говорят, опередил ее на один шаг. На той стороне стали праздновать, что они сегодня убили женщину-снайпера в сирийской армии. Но я вам хочу сейчас наш секрет открыть. Ее, да, убили. Но у нее есть три сестры, и они все пришли к нам в роту. Родные сестры. Отлично стреляют. Так что рано те радовались. Вчерашние школьницы, недавние выпускницы, почти все из небогатых семей, из маленьких городков и деревень, заключили контракты с республиканской гвардией на срок от 15 до 20 лет. Я говорила родителям, что хочу защищать себя, защищать их, в конце концов родину, поэтому должна научиться пользоваться оружием. Пообещала, что пройду только первичную подготовку, потренируюсь и все. То есть вы немножко наврали им? Да, приврала, конечно. Но таким образом я постепенно подготовила маму и папу, что буду воевать. Майор Али честно признается, почти у всех его подчиненных был еще один серьезный мотив – оказаться на передовой, месть за погибших близких. Человека, которого я любила, убили на этой войне. И я решила подать документы в стрелковую роту. С высоты птичьего полета, точнее с верхнего этажа одной из пустующих гостиниц, Дамаск мало похож на воюющий город, если бы не дымы от упавших мин. В один из выходных дней командование республиканской гвардии разрешило нам встретиться со снайперами в кофейне в центре Дамаска. Предупредили, мы не узнаем стрелков гвардейцев. В ожидании кофе, мороженого и кальяна меня спрашивают, как они лучше выглядят – в хаке или гражданской одежде. Отвечаю, что в джинсах они в униформе. В детстве я хулиганкой была, играла целый день где угодно и обижала много детей. Больше ходила с пацанами и часто побеждала их в драках. Как ты любишь отдыхать? Первое – выспаться, если честно. Второе – собой заниматься. Ногтями. Правда, за эти два дня такие столкновения были, что у меня не было времени сделать маникюр. В детстве Зейнаб занималась восточными танцами. Рахав закончила художественную школу. Оля бегала на длинной дистанции. Диана увлекалась рисованием. Все признаются – в свободные часы чаще всего говорят о мужчинах. Некоторые в отряде обручены. Главное в выборе жениха было уважение ко мне. Чтобы он уважал мою семью, мою работу и меня сам уважал. Очень сильно уважал. Он тоже военный. Иногда выходит на меня по рации, а я ему – у меня тут сейчас бой идет. Ты можешь позже позвонить? Откровенный разговор неожиданно прерывается. Мы узнаем, что их подруга Рита получила ранение на позициях. В военном госпитале говорят – рана не опасна для жизни. Разрывная пуля попала в амбразуру и осколок побредил девушке челюсть. Я и не поняла сразу, что случилось. Потом еще сама шла километр, до дежурившей на одной из улиц кареты скорой помощи. Рите обещают сделать пластическую операцию за рубежом. Нам удается попасть в специальный тренировочный лагерь, где девушек готовят к военной службе. Академию национальной защиты много лет назад учредил Хафис Асов – отец нынешнего президента. Руководит Академией бригадный генерал Виктория Ибрагим. С будущим супругом познакомилась, когда сама училась в Академии. Двое детей. Теперь муж немного старше ее по званию – генерал-полковник. Но, возможно, в семье командует она. В наших девушках национальный патриотический дух и военная подготовка должны занимать 80%. Оставаться женщинам в такой ситуации для страны надо на 20%. И этого достаточно. Вечером в пригороде Дамаска скрытые позиции на верхних этажах разбитых домов занимают девушки-стрелки из другой роты. Зейна, Прохав, Диана и их сослуживцы ожидают транспорт для отправки в казармы. Старшая Оля дает команду снять усталость отрядным речитативам. Огонь, огонь, огонь. Мы бойцы. Наш Лев Баша. Наши кровь и души. За Сирию. В Сирию, в Сирию. Вскоре приходит пыльный автобус. Согласно рабочему графику на линию огня, теперь через двое суток. Или гораздо раньше, если вдруг ситуация изменится на их участке фронта. Вадим Фифилов, Сергей Кришков, телекомпания НТВ из Сирии.